Вы слушаете Радио России Ульяновск. Доброе утро всем, кто нас слушает. Сегодня среда, 18 марта. У микрофона Алексей Сорокин. Вопросы соблюдения прав граждан в сфере капитального ремонта многоквартирных домов являются одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры Майнского района. Благодаря принятым мерам удалось предотвратить факты нарушения сроков выполнения работ по капитальному ремонту подрядными организациями. Одним из таких примеров является дом купца Виноградова, построенный в конце 19 века. О том, как этот дом попал в поле зрения прокуратуры, расскажет помощник прокурора Майнского района Артем Виткасов. В 2019 году между фондом модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области и обществом с ограниченной ответственностью Семстроинвест был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу улица Школьная, дом 5 в рабочем поселке Игнатовка Майнского района со сроком исполнения до 1 октября 2019 года. Проведенной прокуратурой района проверкой было установлено, что предусмотренные договором работы срок начаты не были. Причины затягивания выполнения данных работ обсуждались на заседании с межведомственной рабочей группой по вопросам капитального ремонта, с представителями подрядчиков, фонда модернизации и главой администрации городского поселения. Данная ситуация прокуратуры района была взята на ежедневный контроль. А какие меры были предприняты прокуратурой? По результатам прокурорской проверки было вынесено представление об устранении выявленных нарушений закона в адрес директора общества с ограниченной ответственностью «Семстроинверс». Какова ситуация на сегодня? 29 декабря 2019 года работы по проведению капитального ремонта кровли вышеназванного дома были завершены и приняты комиссионно. В январе текущего года в ходе повторной прокурорской проверки было выявлено обрушение части фасада данного дома, допущенное в результате ненадлежащего содержания общедомового имущества администрации муниципального образования Игнацовское городское поселение и управляющей организации. В этой связи прокуратура района в суд было направлено исковое заявление об обязании устранить выявленные недостатки до 1 июля 2020 года. Также стоит отметить, что данный дом является проблемным и по причине давности его постройки, а именно конец 19 века, который являлся домом купца Виноградова. Как часто приходится сталкиваться с подобной практикой и как часто по подобным вопросам к вам обращаются жители района? Проверки исполнения законодательства в данной сфере проводятся на системной основе. При выявлении нарушений законодательства незамедлительно применяются меры прокурорского реагирования. Так, в истекшем периоде 2020 года было проведено 5 проверок в сфере жилищного законодательства, в том числе в сфере ненадлежащего исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества на квартирных домах. По результатам которых было выявлено 15 нарушений закона, внесено 6 представлений, направлено 2 исковых заявления в суд. Одно должностное лицо было привлечено к административной ответственности. По части 2 статьи 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации назначен штраф в размере 25 тысяч рублей. Соблюдать права граждан в сфере капитального ремонта – это одно из приоритетных направлений в работе прокуратуры? Вопрос соблюдения прав граждан в сфере капитального ремонта многоквартирных домов действительно является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры и находится на особом контроле. В 2019 году активно принимались меры прокурорского реагирования, направленные на обеспечение надлежащей реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества на квартирных домах, в результате чего в прошлом году удавалось предотвратить факты нарушения сроков выполнения работ по капитальному ремонту подрядными организациями. Данная работа будет активно продолжена и в текущем году. Выслушали интервью помощника прокурора Майонского района Артема Виткасова. В Уленовске появился Совет ветеранов спортивной борьбы. Его создали на базе спортивной школы Олимпийского резерва имени Винника. В состав совета вошли известные и прославленные спортсмены и тренеры, включая неравнодушных жителей города и области. Среди задач совета – совершенствование и развитие спортивного движения, а также оказание практической и организационно-методической помощи в подготовке спортсменов высокой квалификации и членов сборных команд региона и России. Продолжит директор спортивной школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе имени Анатолия Ивановича Винника Андрей Криков. Совет ветеранов по спортивной борьбе при нашей школе был создан в 20-х числах февраля. Основным смыслом и в чем, что мы его создали, это было прежде всего объединение, чтобы ветераны среднее поколение и молодое поколение были вместе, решали все очень важные проблемы. Ну а самое главное у нас – это развитие и популяризация нашего прекрасного вида спорта – греко-римская вольная женская борьба. Совет ветеранов, он будет являться постоянным общественным консультативным органом, созданный при нашей школе, для популяризации, совершенствования и развития спортивного движения среди лиц среднего, старшего и пожилого возрастов. И оказанием практической, организационно-методической помощи тренерам и администрации школы в подготовке спортсменов высокой квалификации, ну и членов, конечно, сборных команд России. Совет в своей деятельности, конечно же, будет руководствоваться действующими законодательством Российской Федерации, ну и уставом, конечно же, нашей школы. Совет, в свою очередь, осуществляется в тесном контакте с региональными органами законодательной и исполнительной власти. Основные направления деятельности Совета – это пропаганда занятий физической культурой и спортом, в частности, спортивной борьбой среди учащихся молодежи и регионов. Совет ветеранов избран председателем Совета – это ветеран спорта, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, обладатель Кубка мира Янков Николай Иванович. А его заместителем единогласно выбран наш уважаемый заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Виталий Викторович Константинов. Ну и, конечно же, секретарем Совета избран заслуженный тренер России, ветеран спорта Степченко Василий Иванович. В состав Совета входят очень уважаемые люди. Основная задача фонда – это еще и проведение и участие в спортивных мероприятиях, в частности, организация спортивных мероприятий, выступления, показания какой-то своей техники, передача своего опыта молодым тренерам, молодым спортсменам. У нас также разработан определенный план нашей деятельности, который мы уже буквально утвердили. Что у нас в плане? Это, прежде всего, оказание методической, практической помощи по развитию спортивной борьбы в регионе. Оказание практической помощи по развитию именно в нашей школе. Участие ветеранов в спортивной борьбе в организации и проведении показательных тренировок и встреч с молодыми спортсменами. Оказание методической помощи молодым тренерам и их воспитаниям. Как вы видите, наши ветераны будут выступать в роли наставничества. Сейчас наставничество – это очень актуальная тема, и без старшего поколения, без его опыта, конечно, будет очень тяжело молодым, особенно тренерам, войти в правильную работу и подготовить спортсменов высокого результата. Андрей Иванович, Вы упомянули, что одна из целей Совета – это развитие спортивного движения. Какие методы, какие способы Вы будете применять для того, чтобы развивать спорт? Прежде всего, это развивать через пропаганду, через средства массовой информации. Обязательно будем организовывать какие-то очень важные спортивные мероприятия. Вот у нас тоже организован фонд поддержки и развития спортивной борьбы имени Анатолия Ивановича Винника. Его возглавил как раз наш уважаемый олимпийский чемпион Виталий Викторович Константинов, который тоже входит в Совет. Основная задача – это мы хотим провести в сентябре и организовать турнир в памяти нашему уважаемому учителю, основателю борьбы в нашем регионе Анатолию Ивановичу Винник с приглашением очень многих команд из наших регионов. Ну и, конечно же, будем думать о том, что, может быть, и пригласим наших друзей из ближнего зарубежья. А если говорить в целом, то развитию спорта в Ульяновской области уделяется должное внимание, на Ваш взгляд? Конечно, все стараются развивать, конечно, должное развитие. Как Вы упомянули, Совет будет также заниматься и поддержкой спортсменов. В какой поддержке нуждаются спортсмены, как начинающие, так и опытные? Прежде всего, те спортсмены, которые будут показывать хороший результат, мы также будем стараться изыскать какие-то дополнительные материальные средства для их поощрения. Может быть, даже и также для отправки на какие-то крупные соревнования. Поэтому Совет и Фонд, я тут не разделяю Совет и Фонд, это основное тоже звено именно вот в этом направлении. Андрей Иванович, Вы очень много работаете с молодежью. Есть надежда на нее? Конечно. Молодежь у нас хорошая, есть надежда. Вот у нас лично сейчас в школе хороший возраст, это 2003-2004 год, в который мы тоже хотим сейчас, чтобы он в дальнейшем показал хороший результат. Работаем, стараемся, все тренеры нацелены на результат. И очень важно то, что сейчас именно Совет ветеранов со своим наставничеством, я думаю, что тоже внесет определенный вклад и лепту именно в развитие нашего вида спорта, чтобы был очень большой результат. Хотелось бы также сказать, что у нас сейчас очень хороший результат. Наша воспитанница Инна Тружукова в прошлом году стала чемпионкой мира. В этом году, буквально в феврале месяце, прошел чемпионат Европы в Риме, где она заняла второе место, принесла серебряную металь нашей стране, нашему Ульяновску, нашей области. Поэтому это очень важно. И уже вот к фонду с Советом ее немного поощрили материально, так что мы стараемся и уже работаем. Вы очень часто упоминаете про наставничество. Какими качествами должен обладать наставник и какие главные задачи стоят перед старшим коллегой, наставником? Прежде всего, наставник это должен быть терпеливый очень человек, который показал какой-то результат и имеет многолетний опыт работы в подготовке спортсменов высокого класса. Как раз все вот эти вот наши уважаемые члены, которые находятся в нашем Совете и обладают этими качествами. Приходить на тренировки, работать, показывать, еще раз показывать, когда много раз повторяешь, много раз говоришь, именно с душой, именно с желанием. И нужно вот наставнику заразить молодое поколение вот этим качеством, даже, скажу, таким фанатизмом. И именно вот это будет способствовать развитию и популяризации спорта. Вы слушали интервью директора спортивной школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе имени Анатолия Ивановича Винника Андрея Крикова. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. Денис Шаповалов – один из лучших виолончелистов страны, с блестящей техникой и невероятной экспрессией. Он успешно зарекомендовал себя как талантливый дирижер и композитор. При этом музыкант ведет активную гастрольную деятельность. Так Денис Первым из классических музыкантов выступил с сольным концертом на Северном полюсе. Несколько раз он приезжал и к нам в город. И планирует приехать снова. – Приеду я играть величайший концерт Антонина Дворжика. Я думаю, что все виолончелисты согласятся со мной, если я скажу, что это самое главное произведение для виолончели, написанное когда-либо композиторами. Это такой гимн виолончели. Я обожаю играть этот концерт. С самого детства это мой такой хит номер один. – Чем вас так везло это произведение? Что в нем особенного? – Ну, во-первых, музыка гениальна. Чешский композитор Антонин Дворжик. Такая душа очень близкая к нашим просторам, к нашим каким-то эмоциональным состояниям. И довольно сложно, кажется, описать гениальную музыку словами. Лучше ее услышать. Но, тем не менее, я помню, что когда мне было всего 4 года, я еще даже не начинал учиться играть велончели. Но у меня была пластинка. Раньше были пластинки венеловые. Вот наш великий мастер Стас Леопольевич Ростропович исполнял Берлинским фармоническим оркестром Гербертом Караяном вот этот концерт на пластинке. И я, будучи маленьким, вставал на стул и оставил свои самые любимые кусочки вот этого концерта. Это можно сразу сказать, что музыка гениальна. Ничего не понимающая 4-летнему ребенку, она сразу, как сейчас говорят, вошла на всю жизнь до сих пор. Несмотря на то, что я часто играю в концерт, но каждый раз как в первый раз. – А виолончели – это единственный инструмент, которым вы владеете? Вот я уже осваиваю электрогитару, бас-гитару, потому что я большой поклонник рок-музыки. В моей жизни присутствует и эта сторона исполнительская, потому что есть большое количество рок-проектов. Целые программы, где я играю, есть программа, которая называется «Классика против рока» или «Рококо против рока». В первом отделении звучит классическая музыка, а в втором отделении – рок-музыка. В частности, моя недавно написанная рок-симфония и мои рок-вариации, где играю на электро-вилончели. Поэтому, если посчитаем, то вилончели, электро-вилончели, электрокитара, бас-гитара, многоклавишные. Ну, вот так вот немножко на всем. – Что вы предпочитаете из этой музыки? Группа номер один в моей жизни – это, конечно, «Пинг Флойд». Я с ней уже слился в экстазе, наверное, последние лет 30, как приехал в Москву учиться из маленького городка. И познакомился с этим загадочным названием «Пинг Флойд». С тех пор я абсолютный их фанат. И сейчас у меня тоже есть программа «Трибют» «Пинг Флойд». И с камерным аркетом и симфоническим, где я играю на разных вилончелях, в том числе в видеоряд. Ну, в общем, это такой большой омаж этой великой группе. Все это в таком формате рок-концерта, со светом, с приготовленным видеорядом специально для каждой композиции. А недавно был большой проект «Трибют» «Пинг Флойд» с симфоническим аркетом в Омске. Это было тоже грандиозно. Последний вот у меня был фестиваль в городе Рязани, где я являюсь художественным руководителем фестиваля. Концертный залп. Залп – такая игра слов. И один из концертов – проект «Мировые рок-хиты» для велончели, электровелончели с народным хором, народным оркестром, с народными танцами. Вот такая вот неожиданная сторона. Пишите ли вы свою музыку? Где-то можно услышать ваше произведение? Да, это уже длится который год, но первый мой опыт был, опять же, написание музыки. В 2008 году вышел мой первый рок-альбом, где я, опять же, подсветив «Пинг Флойд», записал свою авторскую музыку, где я сыграл на всех инструментах. Такой концептуальный альбом называется «Above the Earth» или «Землей». Такая роковая, психотерическая, такая часовая, концептуальная музыка. В 2016-м я начал писать уже совершенно различную музыку. Это и классическая музыка, и рок-музыка, поэтому еще в багаже могу сказать, что у меня два концерта для велончели с оркестром. Одни рок-вариации для электровелончели, а те же с оркестром, которые сейчас по всему миру с успехом идут. Последнее исполнение было премьера в Зале филармонии в Петербурге. Рок-симфония 2019 года. Ну и, в общем, много всего еще. Недавно даже был представлен проект для велончели со смешанным хором «Рождественский цикл» на стихи русских поэтов. Даже не могу вспомнить все. А что для вас главное в музыке? Уделяете ли вы особое внимание динамике, энергетике, эмоциям? Бетховен же, он все сказал за нас. Музыка должна высекать искры из душ и сердца человеческих, поэтому музыка должна что-то затрагивать, музыка должна вызвать эмоции, музыка должна увлекать, приподнимать, бросать, воспитывать, духотворять, обнадеживать в нашем простом мире времени. Прежде всего, если сказать просто, должно быть интересным. А если это интересно, эмоционально, захватывающе, и это держит от начала до конца, вот, пожалуй, мой диез. Денис, вы выступаете в разных точках земного шара, я слышал даже, вы побывали на Северном полюсе. Как так вышло? Как вы там оказались? Да, я как Юрий Гагарин, первый классический музыкант, сыгравший на Северном полюсе. Это был 2007 год. Поступило приглашение, это мой компания, принять участие в таком отмечании 70-летия присутствия России на Северном полюсе. Как раз было 70-летие Бабанинской экспедиции, знаменитой, 37-го года. И я, в общем, поехал представлять мир классической музыки планеты Земля на Северном полюсе. Поэтому мы долго летели, это был специальный борт, мы прилетели на Северный полюс, потом летели на вертолетах. И вот эта картина, когда ты стоишь на этой верхней точке нашей планеты, под ногами 4000 метров Северного океана. Вокруг на 4000 километров нет ничего, кроме льда, и ты играешь на Веланчиле. Ну, практически как на Марсе. Любите вы рисковать? Скорее всего, да. Есть такой недостаток быть первым, поэтому можно много еще перейти с каких-то событий. По поводу первенства просто интересно. Будете рассказать про внука, опять же. Вы в Северной Корее побывали ведь? Да, представляете. Человек, который побывался на Северном полюсе, должен побывать в Северной Корее. Поэтому буквально в октябре я был там достаточно длительный, не скажу слово, срок. Но перифуд занимался с велончелистами северокорейскими. Это такой необычный экспириенс, скажем так. Да, это тоже похоже на Марс с машиной времени. Первое ощущение это, что на машине времени перемещаешься в какие-то другие совершенно времена. Потому что, начиная даже просто с стиля одежды, всего внутреннего уклада, ощущаешь, что ты оказался на наших таких давних-давних временах советских. И, конечно, понимаешь, что государство устроено таким совершенно, ну, уже нам забытым образом. И что-то навевает из прошлого, что-то навевает из некоторых книг, некоторых английских авторов. Поэтому все это так смешивается в такой интересный, достаточно эмоциональный такой микс, который с интересом переживаешь. Но, надо сказать, что очень талантливые у них музыканты. Я занимался с большим количеством ланчелистов. Каждый день по 8-9 часов. Поэтому у них большие есть перспективы в плане классической музыки, скажем так. Мы беседовали с музыкантом, композитором, дирижером Денисом Шаповаловым. А сейчас я передаю слово моей коллеге Надежде Шайко. В Ульяновске, в Молодежном центре современного искусства, открылась выставка картин, автором которой является талантливая молодая художница. В эфире рубрика «Мир увлечений». Лариса Тулупова, работающая в областном дворце творчества детей и молодёжи, пишет картины совсем недавно, но это её любимое увлечение, которое дарит радость, признаётся в интервью. Её творческие работы в основном на тему природы. Встречается и православная тематика. Рисовать предпочитает маслом, меньше любит акварелью. Благодарит организаторов выставки «Молодёжный центр современного искусства» за поддержку, возможность представить картины посетителям. Сегодня этот центр является площадкой для реализации творческих проектов талантливой молодёжи Ульяновска и области. А талантов на Симбирской земле немало, уверен директор областного художественного музея Сергей Жданов. «Молодёжный центр современного искусства», он показывает, что в Ульяновске можно остаться и делать свои проекты. Всё зависит от того, какая жажда жизни заложена в тебе. И если действительно ты приходишь и говоришь, я хочу показать выставку, вот сейчас мы открыли выставку Ларисы Тулуповой. Не было никаких проблем. Человек вышел на нас, сказал, я хочу показать. Пожалуйста, приходи, показывай. Какую-то помощь при организации выставки мы оказали. Но это чисто экспозиционные вопросы. На самом деле художник смотрит на мир своими глазами. Причём именно взгляд художника остаётся в эпохе. Изобразительное искусство – это более близкий путь к осознанию мира, того, каким он был или каким он будет. Выставка картин Ларисы Сергеевны Тулуповой. Вот как вы оцениваете её творчество? Мы действительно очень многие талантливы в себе. И наша задача – организовать свою жизнь, чтобы вот эти таланты не закапывать, находить для них время, находить для этого отдушину. И то, что Лариса занимается таким замечательным делом, это действительно здорово. Потому что человек, реализуясь в творческих проектах, не всегда может реализоваться в чём-то другом так быстро. Когда Лариса берёт холст, садится, и в течение недели, двух, может быть, месяца делает его, она делает готовый продукт. Это действительно замечательно даже для души и для сердца. То, что человек видит своим позитивным взглядом в нашу жизнь, потому что энергетика добра, которая в её картинах присутствует, она заставляет где-то умиротвориться, где-то подумать, вспомнить. Действительно ведь красиво. Творчество привлекает людей самых разных профессий. А как можно без организации подобных проектов получить новых пластовых? Ведь вот Саша Свиязов, автор памятника Аркадию Пластову в Преслонихе, закончил сейчас строгановку, работает в мастерской известного народного художника-скульптора нашего Рукавишникова. Рукавишникову человек пришёл в школу искусств, человек стал заниматься, человека увидели, и у него вот крылья за спиной стали расти, стимул. И это стало, по сути, делом его жизни. А когда для тебя работа праздник, что может быть ещё лучше? Когда человек находит себя в творчестве, это действительно замечательно. Насколько это важно сегодня, иметь в жизни какое-то любимое занятие, увлечение? Без этого никак нельзя. Но раньше было такое хобби принято. По сути, вот у человека должен быть какой-то оплот. И когда человек этот оплот имеет, человек выражается. Мы действительно крайне редко говорим о предназначении человека на Земле. Как человек сегодня может выразить свою индивидуальность. И творчество – это наша индивидуальность. Тему продолжает наш разговор с автором картин, представленных на выставке, методистом Дворца творчества детей и молодёжи Ларисой Тулуповой. В одном из залов представлено 12 моих работ. Это живопись маслом, это пейзажи на тему великолепных видов нашей Ульяновской области, замечательной. Рисовать я любила всегда с детства, сколько себя помню. Два с половиной года назад я оказалась в Дворце творчества детей и молодёжи. Это такое замечательное, такое уникальное место, в котором творчеством пропитаны стены. И, наверное, именно благодаря этому я вспомнила ту свою давнюю детскую любовь к рисованию. Взяла в руки сначала пастель, затем перешла уже к маслу. Таким образом произошло моё возвращение к творчеству. К сожалению, не имея профессионального художественного образования, не заканчивала даже художественную школу. Возможно, всё впереди. Мне кажется, никогда не поздно это начать. Но сейчас пока занимаюсь самообразованием в этой области и пробую себя, какие-то новые техники. Мне всё интересно. Как родилась первая картина? Первая картина моя называется «Рассвет». Здесь тоже всё достаточно просто. Включила, однажды нашла понравившийся мастер-класс. И вслед за художником начала пошагово повторять его работу. Но затем почувствовала, что я уже не смотрю на экран монитора, что мои мысли, мои руки, кисти, краски куда-то вот уводят вне того, что показывает художник. И пошла сама. Но вот что получилось представлено в том числе на выставке. Назовём название картину? Центральным местом в композиции моей выставки «Раскрашенные мысли» является работа «Сурская Никольна гора». Работа запечатлела одно из самых удивительных и красивейших мест в нашей Ульяновской области. Почему Сурская, почему Никольна гора? Ну, наверное, это мои корни. Там родилась моя мама в Сурской области, в селе Гулюшево. В этом месте я неоднократно бывала. И вот те удивительные ощущения, которые охватывают каждого человека, который проникается в историю этого места, зацелающие нас к тем далёким годам в XVI веке, в эти живописные места, которые прекрасны абсолютно в любое время года. Конечно же, эти пейзажи не могут оставить равнодушными тех людей, которые умеют видеть эту красоту и красоту в каких-то очевидных вещах. И в завершение мне хочется пожелать вам, друзья, успехов, добра, а главное, побольше творчества и любимых увлечений в жизни. Дарите радость себе и окружающим, творите, изучайте этот неизведанный мир, ставьте творческие цели и преодолевайте трудности. У вас всё обязательно получится. До новых встреч в рубрике «Мир увлечений». Возникновение жизни на Земле – пожалуй, самая главная загадка, разгадать которую никому не под силу. Теорий о её происхождении великое множество. Но какая из них единственно верная, попробуй разберись. Называются гипотезы о занесении жизни с космических тел, о её спонтанном появлении, о химической эволюции и даже об инопланетном вмешательстве. Однако с уверенностью можно сказать, что жизнь – это самое настоящее чудо. И, вероятно, Земля – уникальная планета во всей Вселенной, где она зародилась. На эту тему мы поговорили с доктором физико-математических наук, профессором кафедры теоретической физики Ульяновского государственного университета, академиком Академии космонавтики имени Циолковского, руководителем лаборатории космических исследований Виктором Журавлёвым. Насчёт жизни есть две основных теории, если говорить глобально. Есть креционисты и есть эволюционисты. Согласно первой концепции, жизнь на Земле появилась благодаря Господу Богу, который там, мановением своей руки, создал всех животных. Правда, там это было в Библии расписано подням. От дня ко дню он там что-то добавлял, добавлял. Ну и в конце концов где-то создал человека. Вот примерно так. Это вот согласно креационизму такому исходному, что ли. Потому что есть немножко и другие версии. А вот вторая версия – это эволюционисты, которые пытаются объяснить появление жизни на Земле естественными причинами, связанными просто с неким набором физических, химических или каких-то там других законов, которые, по всей видимости, достаточно случайно привели к тому, что на поверхности когда-то еще только-только появившейся Земли появились сначала очень простейшие организмы, потом они стали развиваться, 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 и вот достигли того, что мы с вами сидим здесь и обсуждаем этот процесс. Но на самом деле каждая из этих версий тоже имеет множество разных вариантов. Скажем так, вот если говорить про креационистов, то сейчас можно под эту схему подогнать не обязательно Господа Бога в том виде, как его описывает Библия. То есть некое такое высшее существо, которое все знает, все умеет, ну и когда-то пришло ему в голову вот где-то там во Вселенной создать жизнь. Можно предположить и другую схему, что жизнь зародилась где-то очень далеко, и, возможно, тоже там каким-то способом непонятным, но сюда ее на Землю, скажем, занесли какие-нибудь высшие существа, которые прибыли там с других звезд, ну и каким-то образом случайно или наоборот намеренно занесли жизнь, и вот она здесь стала просто развиваться. Это такая гипотеза, она вполне себе тоже может рассматриваться. Другое дело то, что у нас пока нет никаких необходимых данных для того, чтобы вот конкретно что-то выбрать. Что касается эволюционистов, то опять же, да, вот эта схема, которую я только что сказал, она может быть реализована точно так же, да. Вот есть такая теория панспермии, которая говорит о том, что вообще-то, говоря, жизнь зародилась где-то, где-то, где-то очень далеко, в необозримом прошлом, а потом случайным образом была занесена с помощью, ну, каких-нибудь космических, как там иногда фантасты пишут, течений космических вот на Землю, ну и попав в благоприятные условия, стала развиваться. Вот эта теория тоже вполне себе годится. Единственное, что нужно только понять, насколько сложно вообще организовать вот то, что мы понимаем под жизнью, хотя вот в этом плане ходит очень много всяких вариантов, ну, скажем, определений. Дело вот в чем. Мы видим жизнь только фактически в одном варианте. Что здесь наиболее важно, да? Мы видим, что все живые организмы объединены одним общим генетическим кодом. Даже очень странные организмы, которые кажутся нам очень далеко отстоящими от такой вот центральной тенденции развития жизни на поверхности Земли, тем не менее, все равно они генетически мы все связаны. То есть это означает, что есть какой-то механизм передачи наследственности, который опирается либо на ДНК, как для всех, так сказать, общих высших организмов, как правило, да, ну и там есть какие-то вирусы, которые там даже ДНК не имеют, но имеют какой-то РНК, значит. Это более такая мелкая молекула, которая тоже участвует в репликации генов, так сказать, играет очень важную роль во всех клетках живых организмов. Вот этот общность кода, это уже, конечно, говорит о том, что, наверное, источником жизни было что-то начальное, единое. А вот как оно попало на Землю и что с ним происходило, ну, в общем-то, довольно сложно сейчас говорить. Единственное, что еще можно сказать. Вот если опираться на Библию, то там, как считали раньше, время возникновения жизни, создания мира, исчислялось там тысячами лет, не больше. Уже в XIX веке это было поставлено под сомнение, вот, скажем, когда там Египет изучали, то выяснилось, что когда начали датировать какие-то там события египетские, получалось, что время гораздо больше, чем то, что можно у себя воспроизвести в Библии, там, каким-то образом отчитывать. Насколько я знаю, даже католическая церковь какое-то время просто запрещала даже эти работы публиковать по датировке данных Египта, но, в конце концов, это пришлось каким-то образом все-таки отворить двери, и вся информация стала попадать уже в окружающую нашу среду. Но на сегодняшний день мы уже более-менее себе представляем, да, какие-то вехи. Ну, к примеру, что жизнь на Земле, скорее всего, появилась, ну, примерно 4 миллиарда лет. Тут, конечно, могут быть всякие еще нюансы, связанные с тем, что мы, может быть, что-то не так четко с помощью тех методов датировки, которые сейчас имеются, можем сказать, но я не думаю, что здесь очень сильные искажения. Но вот на сегодняшний день это 4 миллиарда лет назад, и вовсе никакие там не тысячи лет. Если что-то и происходило там, связанное с Библией, то это вот отодвигается очень далеко. Есть еще один такой момент. На сегодняшний день опять нам космология предлагает такой вариант событий, как большой взрыв, который отставлен на 13 миллиардов лет назад. По сравнению с моментом возникновения жизни на Земле или созданием планеты Земля и Солнечной системы, как сейчас достаточно надежно все-таки определено радиоактивным способами по распаду урана, 4,5 миллиарда, 13 миллиардов лет возникновения Вселенной. Основой современного представления о том, как с точки зрения эволюционистов развивалась жизнь, это так называемый естественный отбор, который предложил когда-то в качестве основного объяснения возникновения различных видов Дарвин. Но его теория тоже уже многократно менялась в связи с тем, что как раз приходили разные теории биологической эволюции, строения клетки, как там происходит все. Когда Дарвин что-то писал, он про клетки, наверное, толком ничего не знал, он просто видел виды и пытался их выстроить в какую-то там последовательность. Если сейчас вот просто считать, что все это происходило достаточно случайно, то, как утверждают некоторые биологи, время на случайный вот такой отбор должно быть очень большим, даже больше времени Вселенной. И вот тут тоже свои проблемы. То есть мы сталкиваемся со множеством различных точек зрения и проблем, так что ни одна точка зрения на сегодняшний день хорошего ответа не дает. Есть несколько, как я уже сказал, направлений, которые пытаются объяснить это. Очевидно, все связано с биологией. Биологи пытаются реконструировать весь процесс, найти способ или объяснить, как появилась жизнь, исходя из даже не биологических, а физико-химических законов, управляемыми обычными явлениями, которые описывает физика, ну, скажем, на уровне атомов и молекулов. Там квантовая механика, какие-то химические законы. Затем они пытаются каким-то образом представить, как это могло вообще возникнуть, а потом пытаются уже дойти в обратную сторону. Скажем, мы видим клетки, живые организмы, мы видим историю палеонтологическую, которую тянут, как я уже сказал, до примерно 4 миллиарда лет, и каким-то образом дойти до того первого организма, который, можно было бы сказать, вот он самопроизвольно возник. Ну, вот как я себе представляю, слушал лекции, которые можно найти в интернете, в которых говорится так, что есть все равно разрыв. То есть между химией и биологией все равно остается разрыв и множество непонятных вещей. К этой же теме пытаются подойти с точки зрения космических идей. Может ли живой организм, пусть даже примитивный, какая-нибудь бактерия или какой-то вирус, что-нибудь в этом роде, в каком-то замороженном виде споры какой-то, существовать в космосе уже, конечно, не тысячи, а миллионы лет, для того, чтобы вот с теми скоростями, которые в среднем соответствуют переносу пыли, газа в окружающей звездной среде, это миллионы лет. Вот может он перенести? Конечно, никаких достоверных данных по этому поводу нет, потому что ни одного такого события никто не зарегистрировал. Но, естественно, никто не может и опровергнуть это, потому что мало ли какие обстоятельства. Все больше и больше открываются живых организмов, которые оказываются способными жить в таких условиях, которые обычные наши организмы просто вынести не могут. И огромная радиация, и холод. Вот оказывается, что это вполне возможно. Полную версию беседы с доктором физико-математических наук, профессором кафедры теоретической физики Ульяновского государственного университета, академиком Академии космонавтики имени Циолковского, руководителем лаборатории космических исследований Виктором Журавлёвым, вы услышите в нашей вечерней программе, которая выйдет в 19.20. Вот и всё на этот час. С вами был Алексей Сорокин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова